Начало съемки, мне за пазуху налило воды. Сегодня день благодарения, мы приехали... Я забыл, куда мы приехали. Мы приехали в Аутлет. Черная пятница уже началась, хотя сегодня четверг, но как бы уже сегодня начало, и все магазины будут работать до завтрашнего вечера, до 10 часов вечера. Здесь огромное количество людей. В некоторые магазины очереди, и для таких любителей пошопиться, даже приходится стоять порой и под дождем. Ну, в целом здесь все построено так, что ты можешь пойти по кругу и, в принципе, спрятаться от дождя и от холода. Найти парковку очень сложно, все забито просто нереально. Мы парканулись на платной парковке за 15 долларов. В принципе, это недалеко, вот рядом. Сейчас посмотрим по ценам. Но вот мы только что заходили в Hugo Boss, например. Футболки стоят примерно по 95 долларов, скидки на них по 40%. Пока что, в принципе, особо цены не радуют, скажем так, потому что я думал, будет как бы там 70% чего-то такое. Конечно, это больше, чем в Черную пятницу в Украине. Если посмотреть у нас, многие выставляют там товары на 20%, дешевле на 15%. Как бы это просто смешно. Но я уверен, что здесь будут бренды и будут скидки, которые будут по 70%. И поэтому на количество людей такой наплыв. В зависимости от того, какой магазин, какой бренд. И бывают даже такие магазины, в которых скидок-то особо нет. Или вообще их нет. Сейчас посмотрим, какая очередь в Nike. Но в Adidas очередь была метров, наверное, 20, что ли. Но ты говорил, к 10 они, да, подтянутся. Чем позже, тем больше людей будет. Ладно, пошли. Русская речь звучит. Ну, в общем, очередь продолжается. Вы поняли, да, кто на самом деле крут? Зашли в магазин со странным российским названием Banana Republic. Но цены здесь, в отличие от других магазинов, вполне доступны. Например, вот если взять там по рубашкам. Впадла рубашку показывать. Ладно, вот это вот. Впадла эту штуку тоже показывать. В общем, да, короче, там висела курточка. Такая не жилетка, а курточка. Она стоила... Сколько она стоила? 50 долларов? 90. 90 и 50% скидка. 60. 60. Вот. И симпатичные вещи. Качественные, нормальные. Просто название слегка смущает. Вот это вот оно. Очки, как у Сани, Кандрушова. Кажется, я нашел самый офигенный лук. Сейчас покажем. Что, Сани, в очередь? Блин, в том и очередь. Сейчас посмотрим. Если не слишком большая, то подождем чуть-чуть. Интересная история по поводу ЭКО. Я когда работал в Дании, мы, получается, с Кирюхой жили в городке, в котором был завод ЭКО. Мы познакомились с одним пареньком, который таскал кроссовки из завода и продавал нам их намного дешевле. Рубашка 85, на нее скидка 60%. Они, в принципе, все примерно так и стоят. Как вы считаете, дорого? Мне кажется, это бессмысленно. Я думаю, что брендовые вещи, они, как бы, мало того, что должны отличаться качеством, они еще должны эмоцию определенную давать за цену, которую ты платишь. Вот, не знаю. Вот этот вот свитер может какую-то эмоцию дать? Как по мне, это скучнейшая вещь просто. Стоит он 120-60% скидка. Это Armani Exchange. Это, получается, такой, как бы, дешевенький Armani. Но, в принципе, как бы, так оно все и выглядит, на самом деле. 55. Прикольный куртяк. С Эрик себе его возьмет. Тут есть единственный бок. Вот такая вот штука. Смотрится неплохо. Она стоит 260 и 60% скидка. Сейчас померяем еще одну. Номер 2, но она уже стоит 700. Но у нее намного прикольнее. Она по качеству прикольнее. Много приятнее. Но мне лично предыдущая нравится больше. Она хоть и дешевле, но в целом она круче. Тимберленды по соточке стоят. Прикольная курточка, кстати, сейчас покажу. Вот это. Ну, лично мне понравился. 218. Вообще, Тимберленд прикольный бренд. Почти 11 часов, а движение не утихает. Парковки также забиты. Огромное количество людей. Мы вернулись в Томи, но в Томи по-прежнему огромная очередь, поэтому мы не пойдем туда. Не хочется там стоять, ждать. Зашли в Тимберленд. В Тимберленд были очень прикольные скидки. Я не планировал вообще ничего сегодня покупать. Думал, разве что там есть, что-то очень-очень понравится. Но в Тимберленд были крутые кроссы. И там скидка была на них 40%. Как бы это уже была вторая скидка. И они получили 70 баксов. В общем, все-таки что-то прикупил сегодня. Вот такой вот вечер насыщенный. И завтра это все продолжится. Еще интересно то, что, по крайней мере, так было в Германии. Очень часто именно в январе месяцы огромные скидки. Потому что проходит этот кураж, проходит Черная пятница, заканчивается Рождество. И в январе очень часто распродажи. Поэтому, в принципе, для тех, кто не успел пошопиться и нет возможности купить за полную цену, то есть возможность купить в январе. Это такой лайфхак, которым я пользовался в Германии. И могу сказать, что находил прикольные вещи по хорошей цене. Не так легко на самом деле шопиться вечером. Точнее ночью. Сейчас уже пол первого. И, во-первых, уже эмоции не те, концентрация не та. Вот. Машинки по чуть-чуть разъезжаются. Появляются парковочные места. Но в целом людей много. Есть магазины, в которых до сих пор очереди. Вот так мы не попали в Томми. И не попали в Вадик, не попали в Найки. Что прикупил? Прикупил в Тимбрленде кроссовки. По хорошей цене. И купил курточку в Ральф Лорен. Она получилась. 90 долларов. Тоже считаю, отличная цена. Сейчас хочу зайти в ГЭС. Там мерил еще одну курточку. Такая тоже модненькая. Посмотрим, короче. И на этом конец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова